Через неделю Аннапа должна быть украшена к Новому году. Такие сроки поставил глава перед городскими службами. Главный символ праздника – ёлку – традиционно поставят на Театральной площади, улице Шевченко, пересечении Астраханской и Лермонтова. Помимо этого, теперь зелёная красавица появится и в сквере воинской славы села Субсех. Особое внимание к организации торговли. Это касается и ёлочных базаров, и реализации пиротехнических изделий. Пиротехникой можно торговать только в стационарных магазинах. Сколько у нас в стационарных магазинах? А вот сейчас обновлять дислокацию будем? Обновляйте дислокацию, готовьтесь. Никакой торговли на улице. От задач на краткосрочную перспективу к текущему состоянию дел. В преддверии новогодних праздников одна из основных городских магистралей – Анапское шоссе – вся в грязи. Виной тому спецтехника, которая выезжает со стройплощадок с немытыми колёсами. Нарушителей штрафуют ГИБДД, да только проблему это не решает. Юрий Поляков поставил задачи – в ситуации разобраться, решение найти. Мне уже чистота в городе. Значит, напрячься всем. И вам, и вам, и вам всем. Чтоб это было оконсолидировано, сделано. И надо. ДПС есть. Занимайтесь, пожалуйста. Это поручение моё. Ещё раз увижу. Прямо там вызову. Сами будете оподметать тогда дорогу. До Нового года должны быть достроены новые социальные объекты. В офисе врача общей практики в хуторе Чекон идёт внутренняя отделка. Объект в течение 10 дней должен быть сдан под ключ. Близится к завершению работы в спорткомплексе на территории школы номер 21 в станице Анапской. Практически готов детсад Лазурный в Алексеевке. А в Орлёнке на улице Крымской идёт штукатурка стен. Устройство опалубки входа для маломобильных граждан. Прокладка электропроводки. Ещё одна хорошая новость. В следующем году Краевой Минсельхоз выделит средства на строительство спортивной площадки в станице Благовещенской. 8 миллионов придут из регионального бюджета. В муниципальной казне необходимо найти средства на софинансирование проекта. Также необходимо ускорить процесс по началу строительства нового ЗАГСа. Было предложено три варианта. Организовано голосование. Сегодня были озвучены итоги. В голосовании приняло участие 2553 человека. Из них 843 человека проголосовали только на сайте. А 1710 голосов было оставлено в социальных сетях. В итоге за проект под номером 1 проголосовал 51% населения. Теперь давайте создадим рабочую группу. Обязательно включим туда директора ЗАГСа. И внутреннюю планировку пусть она нам подскажет, поможет. Проектировщика продолжаем дальше. И решаем вопрос уже с Иваном Ивановичем Денченко, депутатом Госдумы, который будет нам в этом помогать. Понятно, да? Торопимся. Еще один из вопросов, который находится под особым контролем главы, выполнение программы «Комфортная городская среда». В этом году должно быть благоустроено 6 дворов. Принимать работы по каждому из них Юрий Поляков намерен лично. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.